Всем привет! С вами Селиван Секатерина. Как быть уверенной в себе, если вас критикуют? Сначала разберемся, с чьей критикой считаться, а на чью можно плюнуть. Первая критика бывает обесценивающей. Это когда все, что вы делаете, умножается на ноль. Загоняется в глубокий минус, в негатив, и вы ничего не можете с этим делать. У вас опускаются руки, и все видно только через черные очки. И чувствуете себя неудачницей. А есть критика конструктивная. Например, у тебя все хорошо, но чтобы было еще лучше, надо добавить то-то и то-то. В первом случае вам хочется отказаться от всех усилий, а во втором случае вам хочется сделать больше и лучше. Конструктивную критику применяют те, кто хочет, чтобы вы росли. А те, кто хочет обесценить вас, загнать в свой уровень болота, опустить вас еще ниже, они будут подвергать сомнению все ваши начинания, будут обесценивать любые ваши маленькие достижения, будут рассказывать вам, что это принесет вам зло и неудачи и чужие плохие примеры. То есть делают все, чтобы тянуть вас назад. Опыт с крабами все знают. Когда один из крабов вылазит из ведра, остальные его тянут назад. Этим людям, которые говорят, что вы слишком много хотите, ничего не получится, им на вас наплевать. Они обычно добавляют еще красивые слова. Мне же не наплевать на тебя, я же тебе лучшего желаю. Слушайте только тех, у кого критика конструктивная, чтобы улучшить свою жизнь. Такими людьми нужно окружать себя. Держитесь от людей подальше, которые говорят, что жизнь дерьмо. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует...